Хе-хей! Всем привет, чуваки! С вами снова Бэмби. В этот раз мы в DCS World 2.5. И сегодня внезапно у нас совместный вылет с Waffencat'ом. Давно вы уже просили и меня, и его, чтобы мы совместный вылет устроили. Так что решили полетать на самолетах МиГ-21БИС в DCS, устроить штурмовку, поражение наземных целей при помощи неуправляемых авиационных ракет. Но я, правда, не знаю, что эта миссия из себя представляет. Так что передаю слово товарищу Кату. Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Говорит и показывает Waffencat. И, как уже Бэмби сказал, сегодня мы работаем по наземным целям. Работаем в роли агрессивных штурмовиков, которые будут спускаться и работать неуправляемым вооружением по наземным целям. Работаем мы на МиГ-21БИС и стартуем с аэродрома Гудаута, которые находятся в Абхазии. И полетим до населенного пункта Чигуара, где колонна, получается, грузинов остановилась. И, в принципе, решила устроить привал-пикничок, которому мы должны помешать. В колонне у нас имеется небронированная техника, а также легкие тягачи, вооруженные пулеметами. Также есть хаммеры, есть кобры грузинские, есть ЗУ-23, есть ПЗРКшники. Поэтому легкой прогулкой это не будет. Особенно учитывая переделки баллистического вычислителя этого самолета, некоторые тонкости флайт-модели. Ну и, конечно же, самое главное то, что лично я на 21-м очень давно не летал, как, в принципе, и Бэмби. Ну что, в принципе, я готов. Будем потихонечку начинать. Давай запускаться тогда. Все, тогда паузу я отжал. Не, я вижу. Техника поехала. Проверяем, что у нас ничего не тормозит, не лагает. Все штатно у тебя? Приступаем, да? Да, штатно. Ага, приступаем. Три-псамый писец, рация. Тринадцатый канал. РП. Трешатное оборудование РП, тринадцатый канал. Не дал женщине договорить. Договори. Ну ладно, будем считать, что запрос сделал. Что-то Миги катается тут, туда-сюда. Агрегат запуска. Так, запускаемся. Угу. Так. У меня пошла раскрутка. Угу. Тоже пошло. Предохранительные скобы все не забудь. Ага. Шасси. Отстелал ТЦ. Боевая кнопка. По-моему, кашь боевую колобку надо воздухе откидывать. Ну ладно. Ну, вообще-то... Вообще-то... Так, двигатель у меня раскрутился. Запускает другие все системы. Так, ты СРЛС, да, будешь работать? Ну, включу, да. Чтобы луч был. Тоже через режим луча буду стрелять. Ну, посмотрим, насколько оно как бы это... Вообще канает, не канает. Кажется, уже никакой разницы, раз там пикировать. Теперь надо круче так питание на подвеске, пушка пицца. Фонарь, как... Что-то его в последнюю очередь... Ты, кстати, фонарь сразу закрываешь или позже? В принципе, не знаю. Ну, я вот сейчас закрыл, когда... Этот двигатель вышел на режим малого газа. Угу. Земно-электропитание отключаю. Ты от аккумуляторов запускался, да? Да, от аккумулятора. Надо яркость чуть-чуть прицела подкрутить, кстати. Тускловатый он и тут. Пошел вперед. А это выруливаю. На нем даже на разбеге уже страшно просто. Не говори. Как будто на Жигулях 130 едешь, вот серьезно. Шасси наверх. Так, вправо пошел. А, я уже улюблю. Так, ориентироваться будем тогда по наколенному планшету. Пойдешь, я тебя поведу. Там у нас такой легальный чит. На колене планшеты и установка метки. В принципе, тут можно вдоль побережья идти. Знаю, где очагуара находится. Уже столько всего налета на перелет, оно что-то мы не потеряемся. Его, конечно, болтает при взлете. Это капец реально, как ты сказал. На Жигулях будто. Просто из вторая сторона. Так, шасси убрал. Закрутки убрал. Вроде взлетел как-то. Да, обзор заднюю полусферу отсутствует. Я тебе подкрадываюсь, и ты-то даже и не видишь в паде. Ну, нет. Справа, хоть слева. Справа? Не, не наблюдаю. Вообще никак. Если только через перископ, но он идти. Это дополнительный жор фпс, бля. Я говорю, он DCS и так достаточно прожорливый, чтобы без этого еще нагружать. Угу. Скоро баки закончатся. У меня еще пока даже не мигает. А, вот, начала, начала. 3200 где-то. На живца ты посмотришь. Как только по мне будет стрельба с ушки, ты отработаешь. Ну, либо шлейф. Давай. Готов? Да, я готов. Это даже сразу повыше зону займу, чтобы спикировать удобнее было. Давай. Ну, все, я захожу, да? Давай. Так, ну, все, я пошел. Вон там сколько юнитов-то у нас. Вот колонна вдоль дороги, да, и слева, и справа техника. И потом еще разбросано он. Да, я думаю. Вот удобно, они тень отбрасывают. В принципе, я думаю, удобно будет работать. Здесь как раз облачности нет. У тебя облака не мешают здесь ничего? Да нет, нормально все. Нормально все, я подхожу, контролируй. Угу. Стрельба. Наблюдаешь? Угу. Ориентир дерева. Рядом с деревом две единицы. Угу, принял. Одна из них, вон, отстреливается. Шлейфов нет. По тебе стреляю. Попал. Да? Цел? Жив, цел, орел? Да, я рисую, выхватил. Выходи. Отлично, прямое попадание. По-моему. Да. Да, горит. Нормально горит. Я тут с непривычки чуть штопор не свалился на этом самолете, блин. При увлоке. Отлично, вообще хорошо. Так, все, лицо сломано, да? Да, вроде бы. Ну, что ж так этот миг-то сваливается, капец, на малых скоростях. Это жесть какая-то. Ну, потому что миг, ослепительный миг, ну. Я знаю, я сейчас что сделаю. За борт эту хрень. Я топливные баки скинул. Ты сильно по тебе стрельба ведется, ты сильно тоже рожей, не танкуй там. Вывожу, да. Всякий случил. Забрал. Забрал, да? Забрал, забрал, да. Там стрельба по тебе ведется. Да, вывожу. Малость, недолет был, ну ладно. Не попал тоже? А, нет, я попал, горит. Да. Ты знаешь сейчас что сделал? Вот я несколько по лога зашел, но я просто повыше взял и все. Ты, кстати, огонь велся, ты видел? Видел, видел. Конечно. Попал, нормально. Все, Hammer тот минус. Или что там было, не знаю, да, Hammer похоже. А две машины, по которым ты работал, они тоже отстреливаются. Да, я вижу, наблюдаю. Попробуй продублировать по ним. У меня, кстати, по-моему, одна очередь осталась, я что-то даже не считал. Где же нету остатка БК. Да. Здесь ничего нету, на самом деле. Проще сказать, что у него есть. Огонь? Что-то сломал. Ну, здорово. Одна цель горит. Одна, да? Да, вторая отстреливается. Вторая выжила. Тоже пушкой зайду по колонне. Там еще что-то стреляющее есть у ней, не помнишь? Не знаю, не знаю. Наблюдаю стрельбу. Я поручил идею. Минус один. Два. Минус два. Остаток доложи. Остаток. Да уже две, вот из каких две-то, 1600 у меня. Так, ну давай, доедаем быстренько, надо уже уходить, сваливать. Угу. Вывожу. Ну, плохо-то прошелся. Минус один, два, три. Четыре, да? А, три. Угу. Четвертая уже горела. Сейчас уже самолет легкий, старайся, может, это форсажом вообще кратковременно, либо вообще не пользуйся. Прямо 99, ставь режим. Выводи. Мне тоже, конечно, дым перекрывает, на этом участке. Да, там можно на очередь дать, дай побольше. О, хорошо. Еще, еще, еще. О, вторая была, все, вторая была для них фатально. Минус два, три, по-моему. Неплохо, да, там один уцелел машинкой, один машинкой. Это, попасть в падежи, да? Да, называется. Модпушка, она реально молодца, когда по колоннам работаешь, нет. Не, ну, ГШ-20, в принципе, не слабая пушка, так-то уж че. Вполне. Хи-хс по топливу. Так, я сейчас сломаю одиноко стоячую машинку, которая вот стоит у этого. Первая цель была, где была зушка дерева. Там один факел, вот я сейчас на нее зайду. Оставшуюся очередь на вами дам. В принципе, есть цели. Да, понятно, меня скорость низкая. Слушай, не хочется форсаж использовать, но без форсажа у него реально беда тут. Ага. Все, триггер сработал. Ну все. В колонне, правда, две машинки еще осталось. Можно еще по заходу сделать сбоку. Можно. Можно. Только без фанатизма, без форсажа. На принципе, могу. В машине вторая, которая в длинной колонне у дороги. Вот по нейтки, да. Понял. С хвоста вторая, да? Да, с хвоста. Да, с хвоста. Да, с хвоста. Давай, работай. Сейчас чуть форсажа, да? Не знаю, накрыл, не накрыл ее. Пока не могу посмотреть, захожу тоже. Да, накрыл. Горит вторая с хвоста, которая. Подтверждаю, да, вторая с хвоста, говорит. Третья, сначала в этой же колонне сейчас зайду. Принял, вижу. Правда, еще одну, кажется, машинку вижу. Не пойму, она сгоревшая, не сгоревшая. Да вроде нет. Может, сейчас пушка ее чпокнула. А, в другой колонне первая? Да, да. Да, по-моему, цела. Я вот сейчас даже смотрю это. Ну, если сейчас не заберу ее с одного захода, то хрен с ней время не будем терять уж. Да, конечно, уже, в принципе, нормально в 2 мига покоялись. Накрыл. Накрыл, да, вижу факел в последний момент, загорелся. Все, уходим. Визуально меня контролируют. Сейчас я, если тебя обнаружу где-то в небе. Я, получается, в сторону воды ушел. Ага, принял. Ну, все, осталось только вернуться, чтобы хватило топлива и сесть на этом чуде. По топливу. Ну, у меня 1200, в принципе, есть, должно хватить, думаю. Да, у меня где-то 1250-1300. Да, должно. Что-то осуществил? Осуществил. Ну, и тогда я уже буду заходить. Мне бы сейчас осуществить. Так, щитки убрал. Фух, это было это. Это вам не то, да, как говорится. Интересная тема. Так, хорошо сбрасываем. Так, я освободил. Почти. Так, я остановлюсь, хочу посмотреть. Вроде хорошо идешь. Да, вроде бы. Там, главное, в самом низу, это, рано не прибирать, но. Нормально. Нормально. Для первого раза, ну, как для первого, сколько я не летал на этом Миге. То, что не шарахнулся при посадке, тоже хорошо. Ну, не говори. Так, ну все, наверное, выключай двигатели. Ну что, ребят, я думаю, что на сегодня все. Неплохо так полетали, постреляли, поработали маленечко по наземке. В принципе, довольно-таки атмосферно получилось. Давненько, конечно, я не летал на этом самолете. Тем более, все, что до этого было, в основном, как бы полигон, полигон. И здесь хотя бы это маленько пришлось попотеть в любом случае. И повспоминать этот замечательный и, самое главное, ламповый самолет. В заключение хочу сказать, что если вы хотите увидеть картинку с глаз Бэмби, вы можете посмотреть это на его канале. И, соответственно, картинку с моих глаз посмотреть на моем канале. Насчет внешних видов не обещаю, потому что сейчас посмотрим, там будут треки сходиться, не будут. Ну, по крайней мере, с кабины всю работу посмотрите. Это однозначно начиная от запуска, заканчивая посадкой. Также добавлю, что если вам понравилось мое творчество, если вам нравится все это дело, поддержите нас лайком, репостом, подписка на канал. И группу ВКонтакте в мое обязательно забегайте. Там приходят все уведомления по будущим стримам, видео и так далее. И, конечно же, если есть возможность поддержать материально, то ссылочки есть в описании. Дерзайте. Любому донатику я буду рад, поэтому заранее большое спасибо. Ну и до новых скорых встреч, ребят. Пока-пока. Ну и да, как уже товарищ ВАФНК сказал, вылет такой очень бодрый был, мне прям понравился. Ну, я считаю, что нужно, конечно, почаще собираться нам на совместные вылеты, потому что это реально очень весело. Так что еще слетаем как-нибудь, думаю, в ближайшее время. Ну и да, на этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok